Всем привет! Ни для кого из вас не секрет, что в ЕГЭ по математике идеальнейшее знание теории не гарантирует получение баллов. Более того, баллы ставятся за верно написанные ответы к заданиям. То есть умение решать конкретные задания намного важнее, чем идеальнейшее знание теории. Именно поэтому в математике появляется такая интересная фишка, как лайфхаки. Лайфхаки решения конкретных каких-то заданий. Я не говорю, что абсолютно не нужно знать эталонные решения многих типов заданий. Более того, я уверен, что нужно знать, и поэтому приглашаю вас на курс к себе, чтобы в нем разобраться. Ссылочка в описании. Но сейчас я хочу рассказать, как решать эти задания намного быстрее. Например, с помощью лайфхаков. Именно поэтому я пытаюсь запустить курс лайфхаки ЕГЭ в математике. Это курс видео на Ютубе, в которых мы будем разбирать решения заданий из первой части ЕГЭ. Более легкими, приятными способами для того, чтобы проверить или решить что-то быстрее. Меня зовут Эй Джей. Я преподаватель математики в онлайн-школе Вебиум. И слово «пытаюсь» к курсу совершенно не случайное. Потому что все это зависит от вас, насколько вам это нужно. И если вам это действительно нужно, то появится второе, третье и так далее видео. Условие очень простое для первого видео. Если к видео появится больше, чем 30 комментов с пожеланием того, что вы хотите разобрать еще из заданий, какие лайфхаки вы хотите здесь увидеть, или понравилось, не понравилось. В общем, все, что хочется. Содержайте комментарии. Что вам это действительно нужно, то тогда выпущу второе видео. Пусть это будет мое такое публичное обещание. Ну, а лайки это на ваше усмотрение. Понравилось ставьте, не понравилось, тоже можете что-то поставить. Сегодня будет задание одиннадцатое. Это задание из первой части ЕГЭ, но задание последнее. Которое, на мой взгляд, самое яркое в плане лайфхака. Для того, чтобы решать по классическому решению это задание, нужно знать, во-первых, уметь разбираться с выражениями, логарифмическими, показательными, тригонометрическими, уметь решать уравнения, показательные логарифмические, тригонометрические, с корнем и так далее. Знать, как вычисляются производные и владеть навыками вычисления производных, а еще уметь решать конкретные задания из задания 11. Вот всего этого можно избежать, если вы будете решать с помощью лайфхаков. Хочу показать вам сегодня четыре номера, которые решаются лайфхаками очень приятно, просто и эффективно. И вот первый номер, это номер вот такой, прием с помощью решения, с помощью параболы. Нужно найти точку минимума функции, и вот перед нами такая функция. Определимся, во-первых, что такое точка минимума. Нам нужно в ответе записать с вами какой-то х, то есть найти значение х. Заметим, что х квадрат плюс 2х плюс 3 – это квадратный трехчлен, у которого график парабола. И если мы нарисуем эту параболу вот так вот схематично, и вспомним, что наименьшее значение у нас будет с вами в вершине. То есть давайте назовем х минимума, это х вершин. Точка минимума в вершине. Давайте ее найдем. Напоминаю, что формула очень простая. Х вершины равняется минус b, деленное на 2а. Где b – это коэффициент при х. В нашем случае это 2аа, это коэффициент при х квадрате. У нас ничего не написано, значит, это единичка. Давайте вычислим х вершины. Х вершины равняется минус 2 делить на 2 умножить на 1. То есть минус 2 делить на 2 или минус 1. Вот это и есть ответ в нашем задании. Важный нюанс. Парабола должна стоять не отдельно квадратный трехчлен, а именно внутри какой-то функции. Вот у нас здесь внутри показательные функции, то есть 7 в степени параболы. Или внутри логарифма, или внутри корня. Но если стоит парабола рядом, умноженная на что-то, или просто отдельная парабола, то тогда этот лайфхак не работает. Вот важный здесь нюанс, который хотелось бы уточнить. Второй лайфхак. Мы свяжемся с тем, что нам нужно найти наименьшее значение функции. Это лайфхак, связанный с логарифмами. Итак, нам нужно найти значение функции наименьшее, то есть в ответ нужно записать y. Важный нюанс. Наша функция содержит логарифм, причем натуральный. А в ответе у нас должно быть какое-то адекватное, простое, приятное число. И как получить это число, причем когда x у нас на промежутке от минус 6,5 до 0? А все очень просто. Вспомним, что логарифм по любому основанию от 1 равен 0. В том числе и натуральный логарифм от 1 равен 0. Вообще, натуральный логарифм – это логарифм по основанию e. e – это число 2,7, и нам, наверное, не подобрать такое число. И вряд ли его можно будет найти с помощью каких-то вычислений. Значит, единственный шанс, когда у нас хорошее значение у функции получается, когда у нас логарифм обнуляется. То есть он перестает существовать и влиять на нашу функцию. То есть для этого нужно, чтобы подлогарифмическое все выражение x плюс 7 равнялось 1. Ну и поставим, что x плюс 7 должно равняться 1. Значит, x равняется минус 6. Заметим, что x равняется минус 6 подходит, но нам-то с вами нужно наименьшее значение функции. Подставим x минус 6 в значение функции. Что получим? 4 умножить на минус 6, минус 4 умножить на натуральный логарифм 1. Он как раз равен 0. И значит, все это равняется 0. И плюс 6. Что получается? Минус 24 плюс 6, это будет минус 18. y от минус 6 равняется минус 18. Это и есть ответ в нашей задаче. Смотрите, довольно быстро, примерно за минутку, за две, мы решили задание с логарифмом. А если вы решаете по классической схеме, нужно будет решать логарифмические выражения, уравнения, ну и так далее. Еще и производные вычислять. Вот если вдруг хочется этому научиться, очень призываю вас этому научиться, потому что это пригодится еще и для второй части, то записывайтесь на курс Основа 2.0. В ноябре мы проходим корни, логарифмы и все, что с ними связано, производные, степени, степени. А вот к производным, я чуть раньше сказал про них, мы пройдем как раз в декабре, когда у нас будет эта база и основа. Ссылка в описании оставлю. Если еще не учитесь, переходите. Ну а мы переходим к третьему обещанному номеру. Это тригнометрия, которая многих пугает в 11 задании. Как показывают проценты и как показывает статистика, вот именно в этом задании очень большое проседание. Все почему? Потому что здесь нужно решать еще и тригнометрические уравнения, и не все это любят. Но воспользуемся нашей идеей. Нам нужно найти наибольшее значение, несмотря на то, что наибольшее. Нам нужно найти у, потому что нас просят значение функции найти. У в ответе должен быть приятным и хорошим. Его можно записать. А для того, чтобы он был приятным и хорошим, нам мешает число 4π. Не будем же мы это записывать в ответ. Значит, оно должно каким-то образом уйти, обнулиться. Так, вот, тангенс не сможет этого нам дать. Почему? Потому что значение тангенса какое? Это число, оно не содержит π. Это единица, корень из трех натрия, корень из трех, но точно никак не π. Поэтому благодаря чему может уйти π? Ну, благодаря только числу минус 16х плюс 4π. Значит, вот это значение минус 16х плюс 4π должно равняться 0. Ну, и мы можем найти х, что получится 16х равняется 4π, значит, х равняется 4π на 16 или π на 4. Заметим, что наш х, опять же, удовлетворяет промежутку от минус π на 4 до π на 4, значит, его, собственно, и берем. Нам нужно значение функции, Поэтому, чтобы найти значение, мы сейчас с вами найдем у от π на 4, да, подставим. 16 умножить на тангенс π на 4, да, минус 16 умножить на π на 4, плюс 4π. 16 умножить на π на 4, это минус 4π, да, будет, как мы, собственно, и ожидали. Значит, вот эта штука и вот эта штука абсолютно точно уйдут, и останется только здесь минус 5, да. Чему равняется наш у от π на 4? Тангенс π на 4, это табличное значение, можем сказать, что это единичка, значит, у нас остается 16 минус 5. 16 минус 5 будет 11. 11, это и есть здесь наш замечательный ответ, который мы запишем, за который получим балл. Смотрите, тоже приятный способ решения тригонометрической производной, да, в задании 11, даже если встретилась она. Ну и, кстати, вот хочется сказать, что вот именно такое значение встретилось на ЕГЭ в 2022 году, на основной волне и на досрочной волне, поэтому вот присмотрите, к нему, собственно говоря, такие производные тоже могут быть, если не видели. Ну и последний лайфхак связан с экспонентой, ее боятся не меньше, а даже больше, чем производные, потому что здесь производные вычисления производной сложной функции, особенно когда 16 минус x, нам нужно не запутаться, где выносить минусы, на что домножать, не домножать. Вот многие очень не любят это задание, если вы до него еще не дошли, то обратите на него внимание. Вот. Есть классическое решение, мы его, конечно, обязательно будем разбирать, но лайфхаковое решение состоит в следующем. Нам нужно найти, напоминаю, опять точку максимума, то есть в ответ нужно записать x, чтобы нам записать то, что необходимо. И здесь важный нюанс. Смотрите, обращаем внимание вот на эту часть сначала, минус x, да, x домножен на минус единицу. Где у нас будет критическая точка? А критическая точка будет в выражении x плюс 16, выражение, которое у нас с вами умножено на экспоненту. И вот как раз минус единица, это равняется 0. Вот здесь будет критическая точка. Что получается? x плюс 15 равняется 0, значит, x равняется минус 15. Минус 15, ответ в этом задании. Вот. Решается суперпросто. Это объяснение лайфхака следующее. Когда мы начинаем вычислять производную сначала, да, вот эта минус единица, она как раз у нас будет в качестве дополнительного слагаемого, которое мы вынесем за скобки. А потом, когда приравниваем производную к нулю, у нас получается x плюс 16 минус 1. Это будет x плюс 15, значит, x равен минус 15. Вот. Будьте аккуратны, что работает этот лайфхак в таком виде, когда дело происходит с линейными функциями, да, то есть x плюс 16. Если у вас там будут квадратичные или еще какие-то, то лайфхак претерпит некоторые изменения, которые мы обязательно разберем. И если хотите, чтобы мы их разобрали, то пишите комментарии. Возможно, вторую часть 11 заданий вы захотите, а не какое-то другое задание. Собственно, на этом все. Постарался кратенько рассказать. Четыре задания. Пользуйтесь. Даже если вы еще не решаете задания с производными, чтобы получать за них баллы и тренироваться, не бояться их, не стесняться, а уже сейчас прощать баллы. Ну, а к концу вы уже любым способом сможете это решить. Вот. Не стесняйтесь ставить лайки, не стесняйтесь как-то комментировать. Спасибо большое, что посмотрели. Надеюсь, было полезно. И до следующих видео. Всем пока-пока. Продолжение следует...